На сцене один актер и почти нет декораций, но этого хватает, чтобы передать зрителям эмоции, радостные или щемящие. В кардиционно-методическом центре открылся фестиваль моноспектаклей. На него съехались актеры, профессиональные любители из районов нашего региона и Ярославского. Оценивается правда драматическая у артиста, как он это все преподносит, верит ли он в ту историю, которую он рассказывает. Вообще жанр моноспектакля, он очень сложный, потому что артист один, скрыться не за что, ни сценография его не спасет, ни костюмы, ни музыка. Вот он стоит, а рядом сидит зритель, и зритель должен ему поверить. Если зритель не поверил, спектакль не состоится. Основных номинаций три – профи, любители и дети. В темах актеров никто не ограничивает, но чаще выбирают лирику. Это произведение Светланы Кочериной, называется «Запах кофе». Это современный драматург, то есть это моноспектакль в современной драматургии. И выбрала, потому что показалось мне как-то близким чем-то по духу, наверное. И довольно сложное произведение, достаточно сложное. Одно выступление длится от 45 минут до полутора часов. Задача – показать жюри актерское мастерство и вызвать чувства, так, чтобы все единогласно сказали «верю». Сложность в том, что рядом нет ни партнеров, никого. Все, что надо будет донести до зрителя, я должен сделать непосредственно сам. Выбыл я произведение Алексея Константиновича Толстого «История государства российского». Посмотреть театральные работы могут все желающие. Вход свободный. А зритель при оценке качества постановки только приветствуется. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова.